Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Ёлка! Это значит, что скоро Новый год и мы вот-вот украсим нашу квартиру. До Нового года осталось всего лишь 7 дней, а у нас в Амеретинской низменности налаживается погода. Сегодня у нас, ребята, плюс 9 за окошком, а завтрашнего дня плюс 10, плюс 13 и плюс 15. И как обещает Яндекс.Погода, что новогоднюю ночь мы будем встречать в плюс 15. Класс! Будет светить солнцем. Но! Но! У нас-то есть минусовая точка в Сочи, это Красная Поляна. И сегодня, ребята, там открылся сезон горнолыжный и люди поехали катать. Мы туда не поехали, потому что, конечно же, мы предполагали, что там будет полный трындец. И сейчас я вам покажу, что там происходило в первый день катания. В общем, ребята, мы сегодня утром проснулись, и я залез в Инстаграм, и лента была усыпана нашими знакомыми, как они показывали, что там происходит. И в обед мне прилетело сообщение от моего товарища. Вот это. Мы обменялись, какая температура у нас, какая там у него он живет в Новом Баренгое. И он мне задал вопрос, не хочу ли я покататься, встать на доску? Ну, конечно, я хочу. Но тут же я ему отправляю, что сейчас там творится. И резко решил записать для вас это видео, показать, как был открыт горнолыжный сезон на Красной Поляне. Ребята, короче, садитесь поудобнее, смотрите, лайк выпуску поставьте, репостните по возможности. Ну, и, конечно, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, потому что в воскресенье выйдет выпуск, как раз как мы ездили на днях на Роза Хутор, гуляли, покажем вам, какую елку там поставили в этом году. Ну, и с нами вместе погуляете. Все, приятного просмотра, смотрите. Сегодня открытие, ребята, теперь посмотрите, сколько народу состоит на горке город, это только те, кто за скейпасами, они еще приезжают, приезжают и приезжают. А, сидеть. Это за скейпасами, да? Да. А мы успеем. Или это уже на канат? Нет, это за скейпасами. А онлайн, интересно? Давай. Что, ребята, смотрим. Мы на Аидгу поднимаем, сейчас с той стороны Цирк-2, просто отсидеть от количества народа. Целый треск, для Дамаски, каски нету, короче, все, 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 все. Это вообще треск, да, кстати. Люди пешком поднимаются, да, ребята. Вот, мы туда уже стоим полчаса, как минимум. Девушка уехала обратно. В общем, хоть и красиво, но очень где-то просто треш. Отстоишь, что ты поймешь. Все, на самом деле, хочешь ты кататься или нет. В общем, если вы собрались, я на вашем месте сегодня не собирался. Минимум 30 минут я первый стоял. Здесь сейчас уже стоим 40. Я думаю, что, наверное, до часа выходит, чтобы прокатиться. Смотрите, чтобы подняться на 460, здесь собрались такие водочери. Вообще класс. Ребята, чувствую, что сегодня все покатаются прямо от души. А внизу там еще больше народу стоит. Это полный трешак. Я показывал видеосюжет о том, как хорошо там было в очередях. Последний раз я отстоял полтора часа, чтобы подняться на гору Аибка. Теперь вы можете наблюдать то, что происходит для того, чтобы просто уехать отсюда. Люди собрались уезжать с курорта, потому что надоело стоять. Все, кто приезжает, вниз уже не спускаются. Очереди там просто не кончаются. И они увеличиваются полтора часа, друзья. Посмотрите, что происходит. То есть просто стройными рядами люди без масок, касок, без ничего стоят, чтобы просто свалить. Время только 2 часа дня. И уже кататься никто особо не хочет. Представляете? Вот так вот грустно. Я, чтобы вы понимали, прокатился 3 раза с горы Саибки. И это прям, ну, 2400 отдал. Только заскипался. Еще аренда оборудования и так далее. Но, в общем, это не курортный отдых. Это такая печальная ситуация. Время, ну, хочется немножечко даже, даже, наверное, чуть-чуть ругнуться. Все-таки могли ограничить экипасу. Ну, как вам, ребята? Пишите свое мнение в комментариях. Я вообще просто в шоке. Коронавирус. Какой нахрен коронавирус? Полтора метра дистанция. Ничего никто не слышал. Знаете, это мне напоминает, когда только началась история с коронавирусом. Мы тогда были в Москве и ввели вот эти пропуска в метро. Была такая жесть. Ну, вот подобное тому, что вы сейчас видели. Короче, с вас репост. С нас дальше видосики. Пишите свое мнение о ситуации на открытии на Красной Поляне. Все, всем пока. Спасибо еще раз за просмотр.